Игра в снежки обретает новый смысл. Во дворе это зимняя забава в спортзале бои с противником. Мечи, которые заменяют снежные клубки, летают над головой словно снаряды, которые могут хорошенько взбодрить соперника. При этом служат антидепрессантам. На тренировках в зале экипировка облегченная. На снежном поле подбить глаз сопернику не получится. К шлемам крепят защитный экран. Он спасает лицо. Семен Коркин, в отличие от опытной нападающей, впервые на передовой. Шутит не то, чтобы победить, не получить ранения сложно. Плюс необходимо быстро освоить правила. Не оказаться жертвой мало. Задача максимум – добыть флаг соперника. От снежков при этом укрываться можно за заграждениями. К цели идут две команды по семь человек. Капитан ответственный за расстановку на поле, по три нападающих и защитника. Я в роли защитника должна подавать мячи нашим нападающим. Им, в отличие от меня, отсидеться за прикрытием не получится. Они пытаются достать флаг нашего соперника. Вот мы и остались в меньшинстве. К сожалению, почти всех наших нападающих выбили. Новый для Дальнего Востока снежный спорт Юки Гассен привезли в Преамурье из Екатеринбурга в октябре. Первыми его опробовали студенты благовещенских СУЗов. Организаторы уверены, позже втянутся и взрослые горожане. Студенты, они всегда немножко не отличаются дисциплиной. Поэтому, конечно, у нас есть команды, необходимое минимальное количество. Имеется. Но мы планируем расширять в любом случае. И будут помимо студенческих команд, мы еще будем также набирать взрослые, будут коллективы. И я думаю, соберем команду Благовещенской Амурской области и попробуем выступить на Западе, где уже давно играют. То есть нашу отборочную проведем местный турнир. И лучшую команду повезем на соревнования в Екатеринбург, например, на снежную зарубу. Пробную зарубу устроят на лыжне России. База «Динамо» станет дебютной площадкой. Снаряды для поединков заготовят с помощью приборов для лепки снежков. Первые крупные состязания по Юке Гассен на Дальнем Востоке состоятся в феврале в рамках международного фестиваля зимних видов спорта. Турнир продлится два дня. В первый день будет играть студенческая лига, будут играть наши студенческие команды. А также мы планируем пригласить команду студентов из Китайской Народной Республики. Во второй же день будут играть команды сборные. Это будут команды работающей молодежи, команды предприятий города, либо просто команды какие-то сборные, которые подадут заявки на турнир. Помимо прочего, мы планируем пригласить команды из города Мурманск. Город Мурманск – это тот город, в котором первыми начали развивать и осваивать Юкигасан. Присоединиться к крупнейшему зимнему событию при Амуре может любой желающий. Чтобы попасть в сборную, необходимо оставить заявку по номеру, указанному на экране.